Всем привет, друзья! С вами StarCraft 2. Мы проходим совместные миссии на уровне сложности эксперт. Наша очередная карта — это «Мёртвые в ночи». И мы будем обязательно проходить и побочную миссию, покажем вам, как её сделать. Ну, я буду защищаться. Я взял Рейнора. Да, кстати, мы кидали монетку, кто будет Рейнором, кто будет Керриган. И что же будешь делать ты? Я буду играть в масс-бутулу и развлекаться по всей карте, играть в доту, в хоз, в лол. Что там ещё есть? Лига легенд. А, ты же сказал, что это лол. Ну, неважно. Что ж, давайте перейдём сразу в бой. Поехали! Э-э-э, так всё-таки я решил это попробовать. Ну, я неправильно это попробовал, но мне не получится это сделать. И начался бой. И, да, после продолжительного фарма биткоинов компании Blizzard Activision... Новый упадёнок. Командиры, внимание! На, вы-то думали, почему так карта долго грузится? Здесь всё нужно выжить, и как можно скорее. Ну, там, объяснил. Эти монстры пасы ночью, но они не переносятся. Кого надо выжить? Поэтому сжигать заражённое строение нужно днём. Итак, смотрите. У нас сейчас день, у нас никто не нападает. Но ночью начнётся такая дичь, что нужно застраивать нижнюю сторону уже сейчас. Поэтому немедля ставим инженерку. И строим там, ну, хотя бы два бункера. Инженер, как слову, не обязательно для установки днём тюрелька. Ну, ракетные турели, там все дела. Вдруг эти наводчики опять прилетят. Будет нехорошо. Ну, и барак, конечно, тоже. Да, твой счёт. Гриды один-один. Один-один. Это клёвая тема. Тем более сейчас они будут значительно дежевле. Сэм готов. Я помню, что был такой прикол, что они бункеры, короче, заигнорили, когда я вот так слева поставил. Или ты ставил. И просто побежали мимо. Это было весело. Да, это было в какой-то митации, который... Скорее всего. Это было на древнем храме, по-моему, было. Нет, это было не на древнем храме, это было именно на этой карте. А, чума? А там ещё Хараксон играл. Как только зайдёт солнце, заражённые окажутся у нас на пороге. Не знаю. Сэм готов. О, фаспорта. Лёва. Как же доллары реактора-то строится. Кстати, если совсем заплатить них, можно строить пристройки в баракт. Сэм готов. Пристройки можно делать, да. Да. Но обычно здесь одного барака вполне достаточно, как бы. Потому что, правда, очередной Рейнер пилищик. Потому что в других любых миссиях через один барак катит из врат. О, нам уже... Нам... Уже вот прямо сейчас отключают бункеры, да. Здесь могут быть несколько неприятных штук. Которые в каждом сценарии и каждый раз разные. Не знаешь, что именно... Какая тебе конфета в коробке конфет попадётся. Не самая сладкая причём, ага. Что происходит? Войска союзников атакованы. Это как... Есть... Бобы и дверки-боб с сушной стирой. Оу. Вызов гипериола готов. Это сложная отсылка, я знаю. Понятно. Атакованы. Ну, это... Гарри Поттер. О, вон как красиво. Мальчик, который живёт. Мальчик, который живёт? Или который живёт? Который, вообще-то, в переводе выжил? В нормальном переводе. О, о. Перевели его, как мальчик, который живёт. прикольно так ты говорил что очень здорово ставить танки в притык не то что прям совсем здорово я пошел убивать здание это значит госты ядерные удары просветка будет на помощь на помощь к ностальгии не могу сказать сегодня нам нужно уничтожить достаточно строение чтобы сдержать заражение я отметила вам несколько целей так пора раскидать этим реально надо заниматься делаем в арсенале апгрейд на дальность стрельбы техники это все-таки это станки будут стрелять дальше это круто темпы неплохие но очагов заражения еще слишком много и будем делать просветку уже сейчас потому что потому что стелс госты и вообще всякая другая струс пехота довольно неприятные вещи строим минеральные линии тоже себе ракет на турели потому что иногда сюда прилетают банши и начинают творить нехорошие вещи иногда после таких вещей требуется специализированный врач как правило портовок еще один участок с зараженными зданиями так надо вообще заказывать уже в идеале конечно как приятно когда у тебя обгры там инженерном комплексе стоит по 64 64 1 кстати на второй апгрейд надо арсенал обязательно ну конечно я уже я до арсенала уже давно построил улучшение завершено сделал грейд не самый главный грейд и не сделал но не страшно близится ночь близится ночь но это немножко из другой игры и я помню кстати что здесь по центру иногда появляется гост который дает вам ядерную ракету прямо в центр базы поэтому в этом месте тоже лучше строить просветки ну там гост пришел просто откуда-то с левой стороны который не облакировка прошел пау невозможно вот пришел нас ловец который тоже делать неприятные вещи слава богу что у меня есть металлистки на базе слава скотчу скотчу блин больно больно да 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 я могу полагать себе стоп-панель я могу быть полезен да и да я могу могут подойдут все голос тут ребята отец то у нас там на баррикаде багдаде все спокойно баррикаде тормоза спокойно улучшение командиры не геройствуйте понапрасну если мы не выстоим всей планете конец так из чел мне есть немножко это хорошо но вверху пока вроде все все более-менее себя чувствует хорошо соответственно залива права пока можете во второй день не беспокоиться беспокоиться придется реально на следующий день причем за вами там прощайся если у меня все вполне хорошо сейчас крылатая авиация большими кожистыми смотри-ка 4 танка снизу пол не хватает пока хватает может быть только пока планете конец я добавлю я щас поиграл нет горите просто пора приниматься за работу командиры сегодня нужно спалить достаточно строений чтобы заражение не прогрессировала это приятно куда так тут пришел ловец а даже просветка не понадобилось его территорию видела я там говорят что терпишь не похоже на этом тем а ты там большими это застраиваем сразу две стороны потому что если этого не сделать их порвут как правило одну из двух сторон всегда всегда если вы теряете ее не стоишь и успокоиться из ядерные ракеты а она где запуск на тамой войска союзников не понял сам не понял честно говорю нигде нету ее а он наверно умер быстрее чем есть ни одна идея где посмотреть да он умер наверно быстрее просто нет это просто меня его расстреляли это факт координаты других построек судя по данным сканера половина этой заразы мы уже выжгли у нас все получится а ты вера пока еще не убивал да а он еще не появлялся да если я его даже захотел и не боюсь на третью ночь появлялась вера факт это местная дополнительная флора и фауна клонится к закату что скажу я скажу местная мебель мебель сделал враги попались уберите их и часто попадают в германии с данным видом продукции первый бывает у меня в городе такой полгода смотрите находится вот здесь но не обязательно может появиться в другой другой точке карты имеет довольно большое количество здоровья но гереган с ним вполне справится а можно ее просто оставить точке и все было бы неплохо прожимать пул но если надо это в другом месте можно просто так время заказывать 3 я смотрю там тебе что у меня морпехов просто немножечко не хватило вот там катя у меня все кончилось на этот раз у меня с просветкой более хорошо поэтому я могу себе позволить немного к гиперионов откидываться я могу себе позволить убить вероффа еще тогда я его долго убивал да вот такое вот здание сколько у него 10 тысяч хитвайдов все готово вот она все время говорит что она собиралась вызвать спецотряд но нигде этого спецотряда я не видел кстати можешь да для разведотряда не хочешь ничего сделать справа с этими наводчиками там целого строго и хочу но сделал это не самая главная проблема даже так танкалиски начались это же просто прекрасно похоже у аумуна с нами тоже как вот и еще к нам все она склеилась но это же здорово очень дроп полетел друг по группы был дроп полетел и молтром осталось немного нужно продержаться до рассвета вот эти засранцы очень неприятно отключают защитные здания поэтому все-таки желательно и ведь иметь какую-то авиацию которая будет их убивать ну или чтобы убивал ваш союзник очень неприятные типа и у нас осталось смотрите несколько точек принципе мы можем закончить уже на четвертый день пожалуй я даром тебе покажи что мы успеем и сейчас ну может быть успеем успеем и нас тогда вызывать у массового и куда-то делать что у меня прижало гибридом так что дальше твоего дальше будем действовать мы и ракет ракет все таки прилетела есть просветы есть где это не поможет и ну мне бы это помогло бы чуть чуть раньше и если бункера классно сгорели не успел немножко не успел сели в машине сели в госта и сгорели а так он здесь все еще и стоял а вот это прикольно а тут клево нет мы не успеем эту ночь действительно потому что у нас оказывается были еще точки справа ну если простой перед нос получит но может быть может быть всяко бывает кстати я думаю стоит ли все-таки есть ли смысл достраивать бункера мародером они все-таки есть замедляющий граната не имеет смысла совершенно ты теряешь дпс очень сильно то есть марпетия все-таки интереснее дом любите к раздуйте задаем их интеллектом что же там не пройти ты не пройдет я могу сегодня в принципе попробуй его при успеваю осталось зайти тупо на последнюю точку но у меня есть две верхних панели так что вы скидываете считаем давай попробуем заберите командир нужно пережить эту ночь почему взята именно сара день сюда потому что она отлично справляется со снайпе зданий вот так вот довольно просто командиры мы у вас долгу спонсор сегодняшнего видень видео шампунька саракериган шампунь саракериган ваши дреды будут мягкими и шелковистыми как никогда ну конечно лицо может быть немножко изменится отрастут небольшие крылья но в целом довольно классный шампунь да что ж друзья надеюсь серия вам понравилась а следующая карта мы продолжим уже совсем скоро подписывайтесь на наши каналы и следите за обновлениями всего вам хорошего всем удачи пока пока